На праздничном мероприятии, которое подготовили учащиеся 24-й школы, присутствовали почетные гости, ветераны педагогического труда, выпускники разных лет, в том числе и глава Кургана Сергей Руденко. Для школы 40 лет, наверное, неправильный отсчет. Считать надо не по количеству прожитых лет, а по количеству выпусков. А если это все сложить в сумму количества выпускников, количество прожитых лет вместе, наверное, получится гораздо серьезнее дата. И от этого и надо строить нашу историю. И сегодня школа молода. За все эти годы поменялось многое, но не меняется только двух, которые присутствуют в родной школе. Праздничный концерт стал изюминкой мероприятия. Для всех собравшихся на сцене выступили вокальные, танцевальные и акробатические коллективы 24-й школы. Со словами благодарности в адрес всего педагогического состава за огромную проделанную работу по воспитанию и обучению тысячи выпускников выступила директор общеобразовательного учреждения Надежда Максимова. Мы вместе с вами сегодня празднуем 40 лет. Если взять отрезок жизни человека, это прощание с молодостью и переход к зрелому состоянию. Мы с вами наработали за 40 лет много славных традиций, много побед и сделали ряд ошибок, которые мы уже в зрелом возрасте, я думаю, не повторим. С праздником, уважаемые друзья! Юбилей объединил в своих стенах больше сотни выпускников. Каждый из них всегда рад прийти в свою родную школу, пообщаться с одноклассниками, учителями и просто вспомнить детство. Приятно вот этих кадетов видеть здесь, у нас такого не было. Да, кстати, наш выпуск был первый. Мы первые поступили в новую школу и видели новую школу, новые стены. Вот мой первый выпуск. Я сегодня с огромной радостью встретилась со своими одноклассниками, с учителями, которые совершенно не постарели, такие же молодые и задурные. Я нисколько не пожалела, что я пришла, выделила время свое. Я очень-очень довольна. Педагоги и выпускники надеются, что 50-летний юбилей школы снова соберет своих учащихся, а праздник будет еще более красочный и ярче. Александр Мироненко, Илья Урванцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру.